МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нерчинске мошенники, позвонив девушке, назвались уже службой безопасности банка. У нее якобы пытаются похитить деньги с карты, а чтобы это предотвратить, ей нужно перевести деньги на другой счет, что девушка и сделала, переведя мошенникам 35 тысяч рублей. Жительницы при Аргунском мошенники позвонили под видом работников поликлиники. Оказалось, что по результатам анализов у нее выявлено редкое смертельное заболевание. Однако они могут ей помочь, предоставив лекарственные препараты. Для этого женщине необходимо перевести 20 тысяч рублей. После перевода денег телефон, с которого звонили злоумышленники, стал недоступен. Полицейские устанавливают личности подозреваемых, обманувших забайкальцев. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. В Краснокаменске диспетчер пульта охраны принял информацию о том, что в одной из квартир находится пострадавшая с ножевым ранением. Когда экипаж вне ведомственной охраны прибыл по адресу, у подъезда его встретила женщина и бригада скорой помощи. Она рассказала, что в ее квартире находится сестра с ножевым ранением. Войдя в помещение, сотрудники Росгвардии увидели избитую девушку всю в крови. Следы крови на полу вывели росгвардейцев в подъезд, а затем на квартиру этажом ниже. Дверем открыл мужчина. В его квартире охрана нашла окровавленную кофту и нож. Оказалось, что это сожитель раненой девушки. Во время застолья они поссорились, после чего мужчина сначала избил свою гражданскую жену, а затем дважды ударил ее ножом. Раненая смогла выйти из дома и подняться к своей сестре. Домашний тиран был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А на сегодня это все новости. До свидания и берегите себя.